Всем привет! С вами снова Аннет. И сегодняшнее мое видео будет о моем любимом сайте Ярмарка Мастеров. На ярмарке я уже имею магазины, которые действуют в течение 10 лет, уже даже более 10 лет самому старшему магазину. У меня 4 магазина на этом ресурсе. Есть, конечно, в этом свои особенности, особенности по ведению, но об этом немного позже. Сегодня я хочу поговорить о том, что, собственно, изменилось на ярмарке за эти 10 лет, на что сейчас стоит обратить внимание и, собственно, имеет ли смысл открывать свои магазины сейчас, вести их и как-то развивать. Итак, что могу сказать? Конечно же, ярмарка мастеров очень хорошо развивается. Несмотря на то, что часто на ресурс некоторые мастера жалуются, что, например, по сравнению с Итси, они не так развивают хорошо контент, настройки рекламы, магазина и так далее. Но, тем не менее, на мой взгляд, ярмарка остается самой главной площадкой в Рунете, где можно успешно продавать хендмейт, картины и все, что создается руками. Здесь успешно продают мастера, здесь успешно продают даже компании, объединения творческие, которые делают определенные хорошие, красивые вещи. И за это время, конечно же, на ресурсе очень многое поменялось в плане дизайна, в плане настройки магазина, его улучшения. Здесь постоянно происходит какая-то движуха, акции, конкурсы, появляется что-то новое. Например, сейчас я покажу настройки магазина, одного из своих магазинов. Здесь можно создавать вот такие коллекции, сделать витрину магазина. Может быть, в следующем ролике более подробно покажу, как все это выглядит. Появилась такая фишка, как поднятие работы. То есть на Итси это Renew, а здесь это поднять работу. Поднять работу можно несколько раз в зависимости от того, какую карту, карту какого номинала вы оплачиваете в месяц. То есть, по сути, когда вы поднимаете работу, она поднимается в верхнюю часть каталога. Также появилась мгновенная оплата карты. То есть теперь не всегда нужно вести долгую переписку. То есть, по сути, покупатель может оплатить сразу работу и денежка поступит на карту. Также можно настраивать доставку. Как правило, это боксбери. Но себе я ее не настраиваю. Почему не настраиваю? Я уже более подробно рассказываю в своих курсах. В своем курсе по ярмарке мастеров. Но сейчас тоже не об этом. В сегодняшний мой спич, собственно, о том, что появляется много таких интересных фишек по настройке, по улучшению вашего магазина, по улучшению дизайна. И это, конечно же, способствует большим продажам, если вы все делаете грамотно и правильно. И, конечно, за это время увеличилось требование к дизайну, к ведению магазина. Недостаточно просто создать магазин и ждать продаж. Но об этом я уже говорила много раз, и все это понятно. Нужно ввести регулярно магазин. То есть нужно, собственно, туда ввести свою энергию. Потому что куда мыслить, туда и энергия, да, и известный принцип. И это касается всего. Это касается социальных сетей и ведения любого вашего ресурса. Поэтому очень важно производить здесь какую-то движуху, улучшать фотографии, думать, что можно изменить, поменять, улучшить в вашем магазине. Второй момент. Стало гораздо больше мастеров. И далеко не у всех получается сразу выйти в плюс, сразу продавать успешно свои изделия. Потому что нужно наработать базу клиентов, постоянных покупателей. Правильно настроить магазин, понять, как улучшить дизайн. И как можно продвигать, собственно, магазин. Потому что продвижение – это не просто создание магазина и добавление новых работ. Это взаимодействие с социальными сетями, это грамотная настройка рекламы, собственно, понимание, нужна ли эта реклама или нет. Здесь тоже есть свои нюансы. Это то самое страшное слово SEO. Собственно, по сути, SEO – это пропись ключевых слов в названиях, грамотное описание. Я сейчас просто показываю первый попавшийся магазин. У меня есть видео, где я более подробно именно по картинам рассказывала, что можно улучшить в магазинах. Я оставлю ссылочку под этим видео, вы можете посмотреть. Это ключевые слова. И здесь тоже есть свои нюансы. Это перелинковка на социальные сети и взаимодействие с ними. И самое главное – это качество фотографий. Это очень важно. И не менее важно, чем на том же Etsy. Кстати, следующее мое видео будет сравнение Etsy и ярмарки мастеров. И еще могу сказать то, что на ярмарке создавать магазин, продавать и продвигать его гораздо проще. И если вы всерьез занимаетесь хендмейдом и хотите успешно продавать свои изделия, то я очень рекомендую вам все-таки не бросать ярмарку, развивать и открывать магазины. Это, по сути, ваш сайт, ваша визитка авторская, где вы создаете ту же витрину с вашими работами, понимание, взаимодействие с аудиторией, настраиваете дизайн и так далее. И давайте сейчас приведу простой пример по индексации ярмарки при поиске в том же Яндексе, к примеру. Я сейчас набираю, ну, к примеру, такой запрос, картина по своей теме, картина в стиле лофт. И смотрите, ярмарка, то здесь первая ссылочка у нас идет на Яндекс.Картинки, далее Яндекс.Картинки, сайт, какой-то сайт с картинами, дальше Яндекс.Маркет, так, пролистываю ниже. И вот, по сути, первая ссылка после всех этих сервисов, это Яндекс.Марк.Мастеров. Вы можете проверить какие-то свои запросы. То есть, вот я смотрю, и здесь можно увидеть картины, которые представлены. Вот видите, вот эта вот, кстати, планочка, это реклама. Те картины, которые оплачиваются через рекламу автоматическую на Яндекс.Мастеров. Дальше идет основной каталог с картинами. Дальше, к примеру, вот такой запрос. Брошь, птица. У меня здесь немножко смещен экран. Так, мы видим первые три сайта, которые специализируются на бижутерии. Дальше опять-таки Яндекс.Картинки, Яндекс.Картинки, Яндекс.Маркет. И следующая ссылка, это опять ярмарка мастеров перед Алиэкспрессом. Вот они, собственно, броши, которые мы можем найти на ярмарке мастеров. То есть я хочу сказать, что с поисковыми сервисами ярмарка индексируется очень хорошо. Поэтому у вас есть все шансы, чтобы ваш магазин увидели и к нему, и в него пришли покупатели. Что еще изменилось? Тот момент, что, например, если мы берем 8 лет назад, то мне стоило выставить буквально пару работ, пару товаров, и они тут же продавались. То есть они продавались достаточно быстро, потому что и конкуренции было гораздо меньше. И требования покупателей, требования посетителей к дизайну и ко всему остальному тоже были не такие, как сейчас. Да и сам сайт выглядел немного по-другому. То сейчас нужно, конечно, принимать гораздо больше и привлекать гораздо больше усилий и своего времени, чтобы магазин развивать, чтобы он жил, чтобы он привлекал аудиторию. Но, поверьте, если вы серьезно настроены заниматься продажей хендмейда, развивать свой бизнес, то это стоит того. Это один из самых основных сайтов для продажи хендмейда. Сюда приходят люди, которые хотят приобрести что-то недорогое, так и люди, дизайнеры, которые хотят приобрести или присматривают какие-то предметы роскоши, то, что стоит достаточно дорого. И создание магазина – это, по сути, ваше будущее, продвижение вашего бренда, собственно, да, о чем я хочу сказать. Потому что, если мы, к примеру, создаем тот же магазин в социальных сетях, мы создаем магазин в Инстаграме, то посты, публикации ваши, которые вы делаете, видят буквально несколько дней. То здесь каждый из листингов, я уже как поэти говорю, каждая из работ, которые вы размещаете на сайте, если вы потом ее не удаляете, то есть она индексируется годами. Когда вы не меняете ключевые слова, то этот магазин из года в год работает на вас. И в этом, конечно, преимущество вашего личного сайта и преимущество вашего магазина на ярмарке мастеров. Это пока все, что я хотела сказать сегодня. В следующий раз мы поговорим о том, как продвигать магазин. И если у вас будут какие-то свои вопросы, вы можете размещать их под этим видео в комментариях. Буду рада снять новое интересное видео для вас и ответить на вопросы. И также в следующий раз мы поговорим, как я уже сказала, о сравнении Etsy и ярмарки мастеров. Спасибо за просмотр. Благодарю вас за лайки. И пока!